Класс, да, рабочий. Мы его реально оставили за бортом, да, наверное, после 90-х. Все везде быстро, четко, аккуратно. Парадоксальность ситуации в том, что они свою трубу, заготовку продают в Италии, а вы потом из Италии обратно вынуждены покупать эту трубу, то есть доработали таким образом уже в Италии. Почему такое происходит? Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Друзья, добрый день. Из города Орехово-Зуево. Я в гостях компании СПК Регион, стали промышленная компания. С интересной историей предприятия, то есть порядка 12 лет. 7 лет ребята занимались тем, что торговали металлопрокатом, сталью. И 5 лет назад они решили, что пора начать заняться производством и решили производственную деятельность посвятить изготовлению гидроцилиндров. Евгений, основатель, директор предприятия. Добрый день. Добрый день, друзья. Приветствуем вас на нашем предприятии. Да, мы действительно завод производителей гидроцилиндров, гидробаков и комплектующих для гидрофикации. Сегодня мы, конечно, хотели вам показать то, чем мы занимаемся, что мы производим. Милости просим. В рамках этого обзора мы вам покажем этапы производства гидроцилиндров, гидробаков. Также предприятия занимаются изготовлением опор под линии освещения. И, наверное, в конце видео мы вообще подискутируем на тему, как живется производителем в России. Евгений обещал поделиться опытом общения с Министерством промышленности в плане поддержки наших российских производителей. Сейчас слово передаем директору по производству Евгению. Здесь у нас непосредственно хронический участок, токарные, фрезерные станки. Здесь идет заготовка деталей для гидроцилиндров. Штака, гильзы, все это заготавливаем сами, ну, покупаем и сами заготавливаем под дальнейшую сборку, сварку гидроцилиндров. Чье сырье используете сейчас? Ну, сырье в основном мы Италию используем. Ну, то есть вот штака и труба, это итальянская? Да, это Италия. Пробовали привозить, как бы, скажем так, хороший Китай, но хороший Китай оказался ничем по сравнению с Италией. Много брака проходило, даже не то, что брака, мы не могли из них нормальные детали сделать. А в чем причина? Ну, яйцом. На штоках было вот это покрытие хромое плохое, гильзы были яйцом, поэтому невозможно было из них сделать хорошую продукцию. Подопускам не проходило, мы просто это возвращали обратно. Токарный с ЧПУ мы приобрели совсем недавно. Сейчас планируем уже второй приобретать. Это у нас есть Токарь-Универсал, потому что без ручной работы тоже никуда сейчас. У нас много экспериментальных цилиндров, ну, на ЧПУ их невыгодно делать. Какого плана цилиндры вы в основном делаете? То есть кто ваши заказчики? Мы для техники делаем, для ремонтов, то есть у нас и на погрузчики заказывают, и на трактора на ремонты. На гидроборта, вот сейчас Голландия у нас уехала, гидроборта есть, цилиндров на них нету. То есть получается в основном продукция идет куда-то на ремонтные работы, да? Ну, на ремонтные, и вот сейчас у нас запрашивают производителей прицепов сельхозтехники, то есть тоже им это интересно. А уже на производство? Да, уже на производство. А много цилиндров делаете? Ну, у нас по-разному. Если, естественно, серия, да, мы серию можем выпустить в большом количестве. Вот. Если у нас, ну, у нас сейчас много экспериментальных, у нас такие, 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 разносорт идет. Мы сейчас выпускаем продукцию ребятам, которые только на, ну, у нас начинают с нами работать, они хотят пощупать качество, посмотреть, качество покраски, качество сборки, сварного шва. Ну, смотри, я просто почему такой вопрос задаю, если у потенциальных ваших потребителей сейчас возникнет первый вопрос, объемы, какие вы можете объемы сделать? Допустим, какого-то одного типового цилиндра. Ну, одного типового, я думаю, там, сотни, две. Ну, грубо говоря, там, с ходом штока, не знаю, ну, метр, допустим. Ну, я думаю, сотни-две мы легко. В месяц. Ну, для начала. Но мы, опять же, не можем переключиться на одного поставщика, да, ну, как бы, ребята, у нас есть ребята, которые с нами работают, партнеры, мы же рассчитываем. Ну, да, если серию, это будет и цена, и уже качество, соответственно. Пока мы, вот я говорю, делаем всем по чуть-чуть, и вот у нас уже выходят с нами наши заказчики, которые уже нам дают серию на квартал. Вот здесь вот как раз у нас делаются заготовки для цилиндров, как раз вот для Доландии, для... Это крышка цилиндра, получается, или как она правильно называется? Гайка. Вот это для гидроборта идет. А вот это уплотнение у вас, это для чего заготовка? Что это? Это мы делаем для гидробаков. Сейчас пойдем поподробнее покажу. А, понял. Это под ленту подкрепежную, да? Да, это лента, чтобы хомут не перетирал бак. Это уже готовый к отгрузке гидробаки, да? Да, это уже готовый, собранный, в полной комплектации. То есть вот она как раз, эта резинка идет уплотнение. Гидробаки, которые идут на грузовики, да? Это закабинные гидробаки, которые идут для установки телескопических гидроцилиндров, чтобы совки поднимать. Ну, под самосвальный полуприцеп. Под самосвальный полуприцеп, да. Либо на самосвалы дополнительно мы делаем маленькие, ставят, когда не полуприцеп, а прицеп ставят. Вот траверсы мы делаем для занижения и это. И у нас, ну, разновидности разные есть. Это как раз вот с фильтрами идут. То есть там внутри стоит фильтр. Это 120 литров, да? Это 170. 170, да. А эта заглушка, что тут? А сюда сапун. Ставится сапун для выхода воздуха. Ну, естественно, когда качает же, вот, воздух пузырится, ему надо куда-то деваться. И вот, соответственно, сюда ставится гидрораспределитель, через который масло забор идет. Там стоит такой фильтр, чтобы в масле не было всякого абразива при работе. Слушай, а вы, получается, комплекты только баки поставляете или комплектом целиком поставляете? С гидрораспределителем, с трубками, со шлангами? У нас идет вот гидробаки, покупают многие. Вот комплект гидробака. То есть он идет бак с фильтром, с гидроплитой под гидрораспределитель, со всеми скронштейнами для установки. И как доп. опция, если людям надо, они могут заказать у нас. У нас есть и гидрораспределители, и валы отбора мощности можем поставить. А, то есть вы прям полностью под ключ можете взять и коробку отбора мощности на машину поставить? Да, можем поставить, да. Также есть дилеры по России. Если это далеко, мы можем дать адрес, да, и поедут, и там все вообще без проблем, красиво все сделают, установят. Либо у нас мы выезжаем, также дилеры наши выезжают. То есть это без проблем. Установить можем. Это у нас стенд для разборки цилиндров. Мы здесь разбираем, когда вот ремонтные цилиндры есть, либо большие цилиндры мы собираем. Ну, вручную большой цилиндр собрать невозможно. Нормально. Потому что есть вероятность повредить резинку и так далее, уплотнение там. Поэтому собираем мы на них. И также, если ремонтные привозят там с какого-нибудь экскаватора, да, который эксплуатировался там в таких условиях, он уже весь ржавый, его невозможно. А это вот под что гидроцилиндры? Это тоже гидроцилиндры для гидроборта. Это у нас на поворот гидроборта. Потому что там стоят 2,2, 2 на подъем, 2 на поворот. Ну, есть и еще маленькие 1,1, там, один подъем, один поворот. Вот эти для поворота гидроборта. И, естественно, все это собирается. И потом мы ставим на этот стенд. У нас здесь все испытывается под нужным давлением, которое у нас заявлено, которое выдерживает. И мы гоняем несколько циклов, смотрим, что все работало, не текло. И выдерживало соответствующее давление, которое мы заявляем. И, естественно, у нас потом отчет здесь выходит, сколько прошло циклов, на каком давлении. Варится у нас все на роботе баки, поэтому у нас минимальное количество какого-то протечек. После сварки робота надуваем давлением бак. Проверяете, как в воду опускаете или как? Нет, мы сейчас заказываем стенд уже в воду, чтобы побыстрее это шло. Сейчас мы пока проверяем жидкостью специальной. А, обмыливаете, да? Да, даём давление в бак и уже проверяем. Ну, это уже стопроцентный прям вариант. Мы сначала проверяли специальные химии, но химия, она... Это когда цвет меняет, да? Да, она слишком, слишком, очень много даёт погрешностей, где даже не потечёт, а нам поэт покажет. Всё это у нас на лазере нарезаны заготовки под бак. Сами баки, кронштейны под них упорные как раз, на которые они устанавливаются. В дальнейшем мы их на специальной оснастке, на гибочном гнём, в бак уже, в обечайку. И потом она идёт на сварку. Сейчас дойдём, до сварки покажу. Ну, то есть сейчас полностью раскройку делаете на лазере, да? Да, да, полностью. Евгений, а вот как раз это опоры под линии освещения или под что? Это не опоры, это закладные под опоры. Это уже заливается в землю. То есть вот это под землёй будет? Да, это всё, вот этот крест, этот под землёй будет. Будет из земли торчать только фланец с косынками. И на него уже ставится опора освещения. Ну, вот здесь как раз у нас участок лазерной резки. Здесь, в принципе, начинается заготовка бака. Здесь мы вырезаем заготовки и уже отправляем на штамп. Это, кстати, сейчас какие-то кронштейны, да? Это, кстати, тоже комплектующие для баков. Это зажимы. Когда баки устанавливаются, вот это прижимы под них. А это вот заготовка, да? Да, это вот траверсы с занижением, которые мы делаем. Траверсы? Да. А что за траверсы? Это траверсы для занижения, если прицеп прицепляют. Но это на какую машину? Ну, мы вообще делаем на любые, да. Это, по-моему, как раз конкретно на вольгу. То есть это согнется и будет под раму, да, как бы? Это все согнется, да. Я попозже покажу, как она выглядит уже в сборе, не крашеная. У нас есть один образец. Это как раз подрозетники делаются. Это уже подключение воздуха к прицепу. Это вот это под розетки, да? Получается, тут штампуете, да? Под маленький бак у вас сейчас, да, матрица стоит? Да, это под... Ну, как он у нас, получается, универсальная матрица, вот, под бак. Литраж бака зависит от его длины. То есть если на 6 литров, он там 580 миллиметров. Крышки одинаковые, длина разная. Да, да. Мы специально делали, чтобы было универсально. Мы вот сразу наштамповали любой бак, а заготовки уже есть. А вот это перегородки, наверное, да? Да, это вот, получается, боковины как раз под глазки, чтобы видно был уровень жидкости. Это зеркальные боковины. А это уже перегородки для усиления жесткости бака. Любой бак мы уже можем собрать. Ребят, кстати, обратил внимание на пресс. Южно-Уральский механический завод. Мне интересно, это в Южно-Уральске у нас делают или это где-то в другом месте? Кто знает, в комментах напишите. Может, кому-то такой же пресс нужен. Заготовки я показал, там, то, что они уже там потом на баке. Идут, ну, на гибочной. И получается уже с гибочного они приходят сюда. Получается, у нас есть стапель. В нем мы уже собираем конкретно бак, чтобы они все одинаковые получались. На прихватках, сейчас мы тоже на технологию на другую будем уходить, на контактную сварку будем ставить. Что у нас улучшит качество сварного, и качество, и герметичность сварного шва. Вот эти идут без фильтров. Это уже сразу здесь гидроплита идет, и в нем фильтра не будет. Ну, то есть, после того, как, получается, прихватили, все основные швы уже делает робот, да? Да, конечно. Потому что, ну, человек вручную не сделает такой шов, как робот. А мы очень переживаем за качество наших баков, и не хотим, чтобы у нас потом были рекламации про утечки. А правильно я понимаю, что человеку еще сложно тонкостенную конструкцию варить? Тут же получается, сколько толщина стенки-то? 1,8 и 1, ну, получается, сама стенка бака 1,8 и вставки 1,8. То есть, вручную можно прожечь, наверное, легко, да? Нет, сварчик-то он не прожгет. Дело в том, что по такой траектории шва, во-первых, он будет прерывистый. У человека не хватит столько сил, чтобы держать горелку. А во-вторых, ну, рукой так не положишь шов. Поэтому, ну, мы в любом случае приняли решение варить роботом, чтобы шов был герметичный. Ну, и, соответственно, это эстетики, он красивый. Только на сборках прихватывается, получается, участвует человек. И то мы сейчас прихватки будем убирать, будем на контактную сварку переводить, чтобы вот этих прихваток не было, и шов будет прям идеальный. Слушай, я хотел спросить, и, наверное, может быть, к зрителям обратиться, потому что я Евгению уже этот вопрос задавал. Мне кажется, топливные баки варят контактной сваркой по периметру, то есть роликовой контактной сваркой. Вот кто знает, в комментариях напишите, может быть, название оборудования напишите, или метод, который используется. Мне кажется, быстрее просто будет. Ну, будет быстрее, возможно, но я не уверен в качестве. А, то есть ты боишься, что могут быть протечки? Да, будут протечки, да. И если будут протечки, то, получается, все равно нам придется сверху целый шов положить. Ну, да. Тогда это получается масло-масляное. То есть получается лучше перестраховаться изначально, да, но гарантированно уже сделать. У нас есть информация, что некоторые зарубежные, скажем так, производители, в баке мы вставки внутрь привариваем, а некоторые запрессовывают их внутрь. И в процессе эксплуатации бывает то, что в баке вставка усиления вываливается, и оно там просто плавает. И приходится бак разбирать, ремонтировать. А как запрессовывать? Просто прессом, да. Без всякой прихватки? Там что делаете в завике? Там у нас заготовка плазменная резка. Мы, получается, также выравнивающие платформы делаем для перегрузочного. А что за выравнивающие платформы? Ну, это в сортировочных центрах, на складах ставится выравнивающая платформа, по которым перегружают. Это вот это, да? Да, это вот сейчас заготовка, ее осталось красить и собирать. А, то есть это нечто типа похожее на гидроборд, только он ставится не на автомобиль, а на пандус. На автомобиль, да, это на пандусе ставится, и уже когда фура подъезжает, она козырек закидывает, все это перегружается. Очень экономит время, она выдерживает 6 тонн, то есть погрузчик спокойно с грузом по нему ездит. А я смотрю, у вас это вот после обработки уже, да, пескоструили? Да, мы обязательно пескоструим. Баки мы не пескоструим, баки мы зачищаем абразивом, потому что, ну, пескоструить – это песок, это мелкий абразив. Если в бак попадет, потом это все попадет к заказчику. И, естественно, гидросистема погибнет быстро очень. Поэтому мы их не песочим, мы их зашлифовываем. Это вот там у вас камера, получается, да? Да, это у нас там камера пескоструенная. А здесь у нас плазменная резка, заготовка уже более толстого металла. Вот. С возможностью резают газом. И до 100-150 миллиметров можем резать, если газом. Плазма сама до 60-го режет. То есть, подожди, если просто воздух подаешь, то до 60-ти миллиметров, да? Ну, там два резака, один плазма стоит. Этот он режет у нас на кислороде, опять же, чтобы рез был хороший. Можно и на воздухе. Но воздух, либо его нужно очень хорошо подготавливать, что, как бы, это огромных денег стоит. Либо мы вот берем, кривоцилиндр ставим, хорошее качество газа там. И можно подключить горелку резаком. Газ с кислородом 150-й миллиметров металл может резать. Но это совсем другая технология, в принципе, резки. Ну, а вы сейчас, кстати, сталью-то продолжаете заниматься? Да, у нас есть офис. Другая компания, СПК Регион, они вводят сталь. А, ну, то есть, это вручную тоже, да? Ну, здесь, да. А это песок или это дробь? Нет, это не песок, не дробь, это медные отжиги. А, то есть, я просто знаю, есть дробеструи, есть пескоструи, а это получается... Ну, это пескоструи, только мы сначала пользовались песком, а потом перешли на медные обжиги. Это купершлаг называется по-другому. Песок, он очень вреден. От него идет абразив, который оседает в легких. А, вот как. Пыль. А от этого нету, да? От этого нет такого. И мы читали, он омедняет... Ну, медь, она оставляет в металле свои следы. И окисление меньше происходит, нежели после песка. Это вот она, да? Это уже отработанный. А его повторно можно использовать или нет? Ну, в зависимости от объема, мы 2-3 раза прогоняем его. Ну, 2 это прям минимум. А это вы, получается, делаете под аккумуляторы, да? Да, это корпуса под литий-ионные аккумуляторы для электропогрузчиков, ну, для электротехники. Много таких заказывают? Да, много. Ну, мы, в принципе, рынок так достаточно хорошо освоили, отработали свою технологию и производство. Поэтому мы... Проблема в том, что заказчику они нужны очень быстро. И мы можем сделать быстро. Вот. То есть там оборачиваемся от 2 до 5 дней мы должны отдать корпус с момента заказа. А заказчик туда уже ячейки устанавливает? Заказчик уже туда свое программное обеспечение, электронику всю, провода, ячейки, да, закладывает. Они уже их тестируют. С нас, в общем, металл. Ну, и балласт мы делаем туда. И красите, да? Да, красим, конечно. А это что за камера у вас? Здесь мы металл зачищаем. После, естественно, после сварки этих ящиков мы зачищаем сварной шов в ноль, потому что должен быть эстетический вид. Изучаем мы здесь, там у нас вытяжка, чтобы в цеху не было этой пыли взвесе. Вот. Мы сделали камеру отдельную. А, ну вот как раз окрашенные, да? Да, вот они корпуса уже. Ну вот в таком виде они у нас выходят. Сварочного швака будто и не было. А, то есть зачистили вообще? Ну вот как раз вот в той камере у нас зачищают. И вот все, комплектация, балласт. А вот эти пластины, они это балластные какие-то, да? Это балласт, да, потому что литий-ионные ячейки, они не такие тяжелые. И, естественно, требованию погрузчика, у него же должен быть какой-то противовес, естественно, они добирают это балластом. Есть кислотные ящики, да, у них... Свинцовые, которые, они тяжелые. Да, они, естественно, сами тяжелые, поэтому там балласт не требуется. Не жалко столько железа туда ложить? Ну, нам платят. Мы делаем. А железо дешевле, чем свинецом ложить, да? Нет, свинец, они сами ячейки свинцовые в кислотных аккумуляторах. Нет, неправильно сказал. Есть балластная дробь. Я вот знаю, допустим, что у больших автокранов, там у дизель-электрических, у гусеничных, да, вот противовес, раньше их отливали из чугуна, из стали, потом металл подорожал, и стало дешевле заполнять их балластной дробью. То есть делается короб, и туда заполняется дробь, и заваривается потом. И по плотности практически соответствует металлу, он стоит дешевле. Но у них конструктивная особенность. Здесь просто, я не думаю, что столько найдем, это здесь получится дороже, я думаю. Тем более им срок производства нужен. Были, есть ящики маленькие совсем, и туда вот вместо этих пластин мы свинцовые пластины закладывали. Потому что, ну, ящик должен весить там определенное количество, килограмм, да, а вот по конструктиву он настолько маленький, и туда вот упихать балласт металлический, и еще плюс ячейки, всю электрику, там у них возможности нет физической. Это огнетушители делаются, да? Да, это огнетушители на катера. А, просто корпуса делаете, дальше кто-то, или полностью делаете? Мы помогаем нашим партнерам, мы их открашиваем. Слушай, а я обратил внимание, там еще внутри покрытия какое-то? Внутри специальное покрытие, не знаю, что за покрытие, нам не говорят. А, то есть вам дают, вы покрываете, но чем не знаете, да? Соответственно, покрасочная камера и сушильная, да? Да, покрасочная камера, здесь, естественно, мы красим баки. А, красите вы прямо вот здесь вот, получается, напротив вытяжки? Нет, здесь у нас на вытяжке мы красим жидкой краской, то есть вот цилиндры, вот у нас так, кстати, пробный цилиндр, заказчик заказал один. А, то есть заказал один, попробовал? Да, ну, я как говорю, у нас много заказчиков, которые у нас хотят нас пощупать. И, ну, мало кто сейчас загоняет деньги, да, там, они не знают, да, нас? То есть мы есть, да, но они не видели нашего качества. И есть очень многие, которые обжигались, то, что заказывали партию, а приходил просто такой ужас. Ну, как бы это никому не нужно. Ну, сочи, ну, вот вы один же делаете, это ж, ну, дорого получается. Ну, мы согласовываем с заказчиком. Заказчик понимает, что он один у нас это, закажет, он экспериментальный, он один, но, как бы, если потом, мы договоримся сразу, нам сразу объявляют количество. Мы готовы у вас заказывать 200 штук в месяц. Мы говорим, мы готовы вам один сделать, цена будет такая, за 200 будет другая. Окей, окей. Все, понял. Ну, вот это все, получается, балластные ящики, да, разная конфигурация. Да. А почему цвета разные? Ну, цвета заказчика. То есть как заказывать? Каждый у своего заказчика брендовый цвет. Они даже между собой друг друга по цветам узнают. Они увидели цвет, сразу говорят, это такой-то. Когда вот к нам приезжают в гости. Ты сказал, что жидкая краска, то есть вы еще и порошком красите, да? Ну, вот это все, это порошок. Это порошок, да? Баки у нас, это порошок. Гидроцилиндры, они красятся в сборе, и так как там уплотнение, вот, они не выдержат 200 градусов порошка. А, то есть уплотнения могут выйти из строя, да? Да, не могут, а 100%. Они просто потеряют свой, там пластик есть и есть резина, они просто потеряют свои свойства. Они полностью не расплавиваются. У нас уже был, да, такой опыт, ну, пробовали. А в разборе, ну, это тоже, это очень дорого пока. У нас все заказывают жидким, порошком еще никто не заказывал. У нас двухкомпонентная полимерная краска, она, ну, отличного качества. Никто не жалуется, мы ей перегрузочное оборудование красим, она из них стойкая. А что за краска, чья? Полиуретон она называется. Полиуретон? Да. А, ну вот, получается, защищаете, да? Ну, этот бак у нас, естественно, так как мы следим за качеством, здесь были какие-то изъяны, и мы его отправляем на перекраску. А. Да. А так вот у нас вот заготовленные баки, то есть вот он зачищенный, на виде нашагрения, чтобы адгезия была лучше краски к баку. А просто шагрение или еще обезжириваете? Ну, естественно, обезжириваем, конечно. То есть растворителем? Ну, он изначально промасленный, вот, и мы его сначала шагрень наводим, потом обезжириваем, и потом только красим. Ну, вот как раз этот траверс и занижение, вот она практически в сборе, сюда еще пластины клепаются, усиление, и вот сюда уже ставится. А вы клепаете, именно не болташка, клепаете? На прессе? Заклепки, да. Или специальный клепальник? На горячую, специальный клепальник на горячую заклепает. Ну, пескоструем, опять же, красим, и уже заказчики у нас покупают, ставят туда фаркоп. Вы можете предлагать куда-то на автосборочные производства, на тот же КамАЗ, на тот же Уралаз? Да. Поперечины? Да. Не предлагали? Но они же с завода, я насколько знаю, не ставят их. А, с завода не идут? Нет, это уже как доп. опции, кто хочет прицепить этот прицеп, они покупают вот эту пластину. Нет, нет, но это нижнее получается, да? То, что под рамой снизу вешается. Ну, вот получается... Нет, вот получается основная, и чуть ниже она делается. Чуть ниже. Потому что прицепа ниже, это, клиренс, или как там, у него ниже сцепка идет, и они его зацепляют. Тут сколько толщина-то? Здесь десятка. Плюс еще пластины здесь 12-й идут. А если вам комплектовать еще сразу сцепным устройством, и в сборе продавать? Это я не знаю, может, Евгений Иначе думал. Сколько у вас сейчас людей работает? У нас сейчас порядка 45 человек, ну, в двух сменах на производстве. Вот, это и включая 5-2, и 2-2. Это что? А? 5-2-2-2. Ну, у нас ребята есть, которые работают 5-2, это вот токарно-фрезерные участки сейчас, потому что, ну, они должны работать непрерывно, скажем так. 5-2, это что вообще-то? Ну, 5 дней работают, да. А, 5 работают, 2 отдыхают. Да, 2 отдыхают. Вот, и мы сейчас, естественно, увеличиваем штат, будем набирать еще сотрудников и переводить на 2-2, потому что работа растет, станки закупаем, и будем увеличивать количество. Ну, и, естественно, мы будем строиться, у нас будут новые рабочие места, новый цех. Мы сейчас с директором предприятия поговорим о планах расширения, об интересных, и самое важное, на мой взгляд, он расскажет о мерах поддержки наших производственников со стороны Минпромторга. Ну, здесь у нас как раз отдельный цех, где производим мы закладные. У нас там в конце стоит станок, труборез. Вот у нас, ну, плазмерный труборез. Мы на нем раскраиваем нужной нам длины, под нужные окна, под нужным градусом, углом. Потом, естественно, это уходит на сварку. На той плазме мы вырезаем специальные фланцы. Здесь цех, где готовятся закладные для всех столбов освещения по всей Москве. Теперь вы будете знать, где их делают. В Орехово-Зуево. И не только в Москве. Не только в Москве, да? Сколько вы их делаете вообще? Вообще мы... Ну, у них просто разные есть конструктив. Они есть и 133 трубы, она более легкая. Есть 219, есть вообще 273, там видели самолеты вот эти, они тяжелые. Естественно, их ворочать тяжело, плюс, ну, краном. Плюс еще швейлера дополнительные приварить. Так, в среднем у нас минимально мы от 600 штук делаем. Там 1200 штук можем сделать в месяц. Ну, они есть те, которые красятся, а есть которые цинкуются, да? Нет, у нас красятся, они все красятся, грунтом транспортировочным и все. А цинкуются мы еще делаем, уже опор освещение у нас делают партнеры. А вот кронштейны, подсветильники на опору освещения... А, верхнюю часть. Да, верхнюю часть. Мы их уже цинкуем, мы тоже их производим. Мы их цинкуем, они некоторые просто цинкуются, а некоторые цинкуются и потом еще покрываются порошком. Здесь у нас представлен HR-отдел и бухгалтерия, еще и заместитель генерального директора по АХО. Административно-хозяйственное... Давай, заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам. Вот, АХВ. АХВ. Да, вот это вот классная картинка. Здесь у нас отдел снабжения. А это вот, кстати, рисунки. Мы на Новый год, ну, как нашим клиентам, не дарим подарки, да, а выделяем деньги на благотворительность. И вот дети из малообеспеченных семей нам рисуют вот такие рисуночки. То есть мы ездим их и в Новый год поздравляем. Это вот отдел продаж. У нас два менеджера на выезде. Вот руководитель у нас здесь работает за всех. Потому что крючка – это... Это у нас Елена. С нее все начинается. Помощник генерального директора. За кулисью нашего производства мы его называем овальный кабинет. Здесь как раз все рождается идея. Сталкиваемся с нашим профессионализмом, наших умов инженеров. Идеи нам скидывают отдел продаж. Занимаемся реверсом инжиниринга. Полностью разбираем его и воспроизводим 3D. Кирилл, это чей цилиндр? Это на гидроборд гидроцилиндроподъема производства, по-моему, в Голландии. Ну, то есть вы его сейчас разобрали, да? Да, до винтика разбираем, подбираем уплотнение, согласовываем. В виде вот такого использованного файла, эскиза. Ну, а, соответственно, мы должны все это сделать в рабочем виде, чтобы все ушло в секцию, допусками, шероховатствами, прорабатывается технологичность изготовления конструкции, сваримость удобная была. Ну, соответственно, УТК по всем этим параметрам потом проверяет качество сборки качественного изделия в целом. Тестируем на стенде. Да, у нас есть испытательный стенд. Ну, то есть вот этот цилиндр, этот цилиндр вам придет заказчик. Заказчик, да. Ведь хочу такой же. Да, да, да. Партию. Партию действует от 10 в среднем мы берем, 10, 20. Ну, сейчас так идем на постоянной основе. То есть на квартал согласовываем объем, либо на месяц, каждый месяц, либо на год. Сейчас, ну, большая часть у нас по реверс-инженерингу. Разбираем, собираем. Я смотрю, опора здесь. Опора, да. Жестовская. Когда жильем увидим опору вашего производства? Ну, я на следующем месяце у нас как раз запланирована разработка. А, ну, это пока разработка. Разработка, да. Жильем, как, когда ваш образец будет? Я думаю, до конца года. Нам самое сложное, это как раз подбор шестеренок, и это чтобы было дешево. Ну, и на следующий год серию запустить. Да, да. Объемы колоссальные по ним. Говорю, вот здесь вот. Я езжу, снимаю прицепы-то, много снимаю. У всех либо Турция, либо Китай. Да, да, да. Китай, вот как раз шестеренки, у них технология как раз, ну, очень дешевую по изготовлению. Вот мы подбираем либо кооперацию, ну, наверное, будем сами это все делать. И шестерни будете сами делать? Шестерни, да. Потому что по кооперации очень дорого получается. Адаптируем под наше производство и фирмен. А вот это, получается, вам привез-то кто? Наши заказчики. Заказчики. Не, я хочу понять, заказчик... Торговые дома. А, торговые дома. Дилеры, торговые дома, да. Которые, например, раньше работали с ними, сейчас какие-то проблемы с поставками по логистике. Ну, предлагаю, просят воспроизвести, изготовить. Ну, мы делаем под собственным брендом. Да, вот я хотел спросить, вы хиво-то будете у вас производить или нет? Нет, конечно. Вы производите под собственным, когда брендом, СПК-регион или у вас другой какой-то идет бренд? Часто, знаете, сейчас, например, там есть дилеры, да, которые уже большие такие по гидрофикации. Они просят свой указать, там, например, там, ну... Ну, я знаю одного крупного в Москве гидравликов. Ну, гидравликов. Ну, вот они, как бы, просят свое уже название. То есть, они свой бренд продвигают, зачем он наш. Ну, да. Ну, вам надо, тем не менее, биться за собственные его везде. Да, чтобы была узнаваемость и так далее. Гарантии, все, нож вывесили? Конечно, да. Мне сказали, что здесь, в кабинете охрана труда, да, сидит? Это... там. Там охрана труда. А в ваши обязанности что входит? Мы вот такая. Мы проверяем продукцию, которую изготавливают на этом заводе. Мы проверяем на всех этапах, от вырезания на лазере до готовой продукции. Брака бывает? Конечно, вот, акты о браке, конечно, бывают. И что, как с бракоделами поступаете? Все это фиксируем, рассчитываем. Все это очень быстро исправляется. Все везде быстро, четко, аккуратно. Мне было интересно, неужели сейчас на наших уже капиталистических предприятиях все-таки охране труда уделяется довольно много времени? Как можно вообще без охраны труда на производстве работать? Здесь же ответственны... Здесь и вредные условия труда есть, и опасные. За всем надо следить. И спецоценка условий труда сейчас это обязательное. Никуда, никакому работодателю от этого не деться. Даже индивидуальному предпринимателю это должен провести. То же самое касается профессиональных рисков. Медицинские осмотры. Все контролировать надо. А вот в советское время, я помню, там за вредность молоко давали, по-моему, сварщикам. Да, им сейчас дают дополнительная оплата. Семь дней дополнительно к отпуску. Это все по результатам спецоценки условий труда на рабочих местах. Да, все это есть. Медицинские осмотры обязательно. При поступлении на работу предварительной. В процессе работы. А, профилактические какие-то бывают обследования? Да, конечно. Но сварщиков как часто надо обследовать? У нас раз в два года. Там, наверное, легочные у них риски заболеваний. Там много, да. Там фиброгенного действия компоненты. Поэтому обязательно смотрят. Глаза, наверное, к окулисту. Естественно, да. Там есть правила определенные. И по той вредности, которая у них существует на рабочем месте, медик смотрит и назначает, какие врачи будут смотреть. Это и есть приказ Минздрава. Евгений Геннадьевич, такой вопрос задаю всем, кто связан с производством. Чего вам в торговле-то не сиделось? Торговали, зарабатывали, продавали сталь. Минимум, наверное, головной боли. А вы пошли в производство. На тот момент мы, наверное, понимали, что практически подходим к какой-то вышке по металлу. И нам нужен какой-то свой продукт. Оставалась еще какая-то там, я не знаю, амбициозная цель. Цели какие-то оставались. И мы хотели чего-то нового, наверное, новых ощущений, скажем так. Мы росли в Советском Союзе, когда у нас производство было практически на первом плане. И, соответственно, хотелось, чтобы что-то оставить после себя, что ли, я не знаю. А почему именно в гидроцилиндры, то есть вот это направление вы говорили? Потому что у нас, так как мы делали оборудование, и у нас пошли запросы на гидроцилиндры. И мы подумали, зачем куда-то это отдавать, когда мы сами можем это все сделать. Так как мы для своего оборудования делали цилиндры, для столов, для перегрузочного оборудования, мы решили, что мы, в принципе, можем делать гидроцилиндры. Ничего для нас сложного нет. Ну, сейчас вы их уже научились, как вы считаете? Или учитесь еще? Мы еще учимся. Учимся. Если бы мы уже научились, мы бы, наверное, что-то другое планировали. Есть в планах развиваться более серьезные какие-то гидроцилиндры? Да, конечно. Так как мы занимаемся комплектующими для гидрификации, делаем гидробаки, соответственно, сейчас у нас в разработке телескопических гидроцилиндров для грузовиков. То есть для полуприцепов и для самославов. Да. Это длинноходовый многоштоковый, да? А когда планируете уже запустить? Ой, мы думаем, что мы его, наверное, запустим, ну, октябрь, наверное, точно. Этого года, да? Да. Надеемся. И еще у ваших конструкторов, я посмотрел, там, они опоры разбирают, перерисовывают. То есть в планах тоже есть, да? Да, опоры тоже, да, мы хотели бы тоже воспроизвести, потому что очень востребовано, соответственно, для наших партнеров, которые занимаются присыпной техникой, хотелось бы. Как вообще вот у нас занимаетесь производством? Сложно искать смежников каких-то по комплектации? По комплектации на данный момент, да. Если у нас есть кооперация, то это вдвойне головная боль, к сожалению, на данный момент. Непонятно почему, вот, то есть люди как-то не своим заказом, скажем так, относятся, не очень скрупулезно, что ли, да? То есть качество оставляет желать лучшего. Если брать, допустим, там, ну, 10 партнеров мы рассматриваем, из них только один может заработать. Все остальные, хотя есть и база, и все, но не работают. Не хотят? Не хотят работать, да, то есть там то качество не то придет, то сроки очень сильно задерживают и так далее. А они как-то мотивируют? То есть объем у нити или с чем связано? Нет, если объем тот же, ну, как хороший, да, то они говорят, что у нас своя продукция идет, ребят, извините. То есть, ну, вот такого плана. То есть нету, нету, наверное, это, наверное, такой бич наш, да, российского производства. У нас нету планирования, у нас планирования на один месяц. А нам надо хотя бы, чтобы на полгода у нас шло планирование. Ну, чтобы было планирование на полгода, надо идти, чтобы покупатель был готов ждать свою продукцию. Да, я думаю, если это какой-то такой особый сегмент, я думаю, покупатель ждет вообще, да. То есть здесь вообще без вопросов. То, что сейчас мы видим тоже на рынке полуприцепов, все ждут, как бы все хорошо. А как считаете, вот у нас сейчас, ну, как бы и все, наверное, осознают, думающие люди, да, и по телевизору нам часто говорят, что, ну, нам надо свое производство развивать, надо создавать рабочие места. То есть, чтобы благосостояние людей поднималось, надо, чтобы работали люди. Вот, на ваш взгляд, какие этапы нужно, на чем нужно акцентировать внимание, чтобы как бы постепенно шел какой-то подъем? Ну, во-первых, наверное, начать с обучения молодежи. В любом случае, вот этот вот класс, да, рабочий, мы его реально оставили за бортом, да, наверное, после 90-х. Сейчас, на данный момент, вот, по крайней мере, мы сотрудничаем с тремя учебными заведениями, и только, по-моему, в этом году они начали отвечать потребностям общества. То есть, начали готовить для нас сварщиков, слесарей, ОТК, вот, то есть, вот, ну, начинаем к этому приходить. Первое, обучить ребят. Второе, создать условия на рабочих местах, да, что было, опять же, повторюсь, в Советском Союзе. У нас не на всех предприятиях это есть, к сожалению. Вот, ну, и, соответственно, заинтересовывать, наверное, семьи, да, которые могут приехать с периферии, тоже, да, допустим, работать у нас. А вот с точки зрения создания, я не знаю, среды какой-то со стороны нашего государства, какие бы вы видели, там, не знаю, законодательные программы нужно проявить. Потому что просто начать готовить, там, слесарей, сварщиков, токарей, просто готовить. Это же, ну, выучится такой человек, а пойдет работать не по специальности, допустим. Ну, здесь не только учить, да, а их заинтересовывать, да, чтобы была пропаганда, что ли, да, что рабочие специальности – это круто, да. То есть, ребята, надо идти туда, надо заниматься этим, вот. Тогда, наверное, ребята не будут думать и спокойно будут идти в эти сферы. Ну, одной пропагандой, наверное, тоже не обойтись. А вот непосредственно, чтобы предпринимателям было интересно развивать производство, какие бы шаги нужно было бы предпринимать? Предприниматель – это, соответственно, тот человек, который, как это говорится, предпринимает все быстрее всех, да, и здесь как раз на него все возложили сейчас у нас в государстве, чтобы он пробивал своим лбом все преграды и так далее. Я вот не знаю, как у нас до конца происходит, но, допустим, недавно снимал обзор Алабуга, особая экономическая зона в Татарстане, да, то есть там есть экономические зоны, где создаются производственные предприятия, строятся цеха, подводятся там коммуникации все. И они, скажем так, на небольшой конкурсной основе сдают их в аренду производственным предприятиям. Там единственное условие, там оборот у предприятия должен быть не меньше 120 миллионов, если я не помню, в месяц или в год, честно говоря, забыл. И там льготы по ввозу оборудования промышленного, то есть льготная арендная плата за эти все, за площади. Вот, но это в отдельных таких кластерах, скажем, особых экономических зон. Ну да, у нас в Московской области тоже есть, по-моему, три или четыре таких зоны, но, опять же, да, нам тоже предлагали в такую зону, да. Туда надо ехать туда? Конечно, туда надо поехать, это, по-моему, на юге нам предлагали. А куда вот это все? Да, то есть вы живете здесь. А почему, грубо говоря, не транслировать этот опыт, потому что там что-то более-менее развивается. А почему не транслировать просто, не привязывать к географии? Есть у вас здесь предприятия, да, в Орехово-Зуево? Почему вам те же условия не создать, как в особых экономических зонах? Ну, это было бы здорово. А почему вы не знаете? Ну, пока-пока-пока таких, скажем так, и предложений, и почему это не делается, ну, не знаю, наверное, я говорю, расчет на то, на предпринимателя. Что они все-таки возьмут и сами смогут с криком «Ура!» все это сделать. А так есть такие предприятия. Честно, я был в Сколково, но там все как-то вот, ну, как сказать-то, не предприятие, предприятие именно, что делается там руками, а там чисто сборка. Да, то есть туда идут, скажем так, предприятия, у которых где-то собирается, точнее, где-то что-то делать, какие-то детали, они только там собирают, и все. То есть, а вот именно прямо вот производство с нуля там, да, с железками там или еще с чем-то, я там не видел. Вот, но они есть. Еще, кстати, сейчас у нас здесь, в Подмосковье, я не знаю, распространится это практика или нет, промышленная ипотека. То есть, я так понимаю, на землю и на строение, да, ты можешь взять это в ипотеку. Не покупать, а в ипотеку взять на какой-то срок, там, я уж не знаю. То есть, это есть, да. Тоже, наверное, поспособствует развитию какому-то. Это вот может быть как раз для местечковых каких-то. Ну, я думаю, ни для кого же не секрет. Все же понимают, да, что мы на сегодняшний день, ну, от того же Китая отстали уже очень сильно, потому что, ну, мы видим, какие грузовые машины у нас на дорогах появились, да, вот, какие станки оборудования у даже наших производственных предприятий в цехах. Мне кажется, вот нашего производственника, да, кто реально чем-то занимается у нас в стране, надо в Красную книгу заносить. Да, есть такое. И таким людям создавать условия именно для развития. То есть, они своей деятельностью уже создают рабочие места, то есть, по сути, они, как бы, ну, отчасти выполняют функцию государства, да, по обеспечению, ну, людей трудом. То есть, они занимают людей, заботятся об их благосостоянии, да, и почему бы их, не знаю, там, на пять, на какой-то срок, там, на три-пять лет не освободить от налогов. Допустим, в Турции я в той же был в прошлом году на производственном предприятии, там строятся технопарки, подводится газ, электричество за счет государства. Вот, кстати, а нашим все чаще жалуются, что платить приходят еще за это. Причем страшные деньги вообще. Да, для предприятий, да, это реально. В комментариях вот я предлагаю вопрос обсудить вообще. Нужно наших производственников Красную книгу? Я не говорю о всех предпринимателях, потому что, наверное, кто занимается купи-продай, ну, это, как бы, тоже нужно, но, тем не менее, вот именно кто занимается производством, то есть, это такие долгосрочные вложения на перспективу, на десятилетия вперед, мне кажется, таких людей надо заносить все-таки в Красную книгу и помогать им всячески. Напишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Ну, и у нас тоже есть, как бы, положительные, да, моменты. В 22-м году на экономическом форуме мы подписали соглашение с Минформторгом на реализацию проекта здесь, в Московской области, строительства завода гидроцилиндров. То есть, планируется здесь построить завод полного цикла. На базе вашего предприятия? Да, на базе нашего предприятия. Хорошая новость. Да, нам, соответственно, предоставляют займ, нам предоставляют землю за 1 рубль, и мы... Немного земли перебивать буду. Сейчас я не помню, сколько. Гектар земли, да? Да, 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 там прилично так, да. Да, наверное, около гектарного. А коммуникация? А коммуникация наша, которая у нас здесь есть, да. И строите вы за свой счет, да? Строим тоже за свой счет, да. То есть, возводим коробку, да, а нам, соответственно, предоставляют займ на оборудование. Любое оборудование не может быть. А мы его пишем в нашем проекте, да, и, соответственно, все рассматривается. А на сколько лет? По-моему, на 5. На 5 лет. Да. Когда приступите к реализации проекта? Когда у вас, можно будет спросить, получилось, нет? Ну, вот, наверное, сейчас август. Сентябрь месяц, я думаю. Ну, то есть, есть у нас движение все-таки? Да, есть движение. Как говорится, сложно, но можно. Вот, поэтому двигаемся. Ну, а в чем вот ваше молодое предприятие, скажем так, на сегодняшний день больше всего нуждается? Ну, как ни странно, наверное, мы нуждаемся больше всего сейчас в кадрах. Да, у нас прям большая потребность в этом. На данный момент нам нужны сварщики, слесаря, операторы ЧПУ станков, операторы гибочных прессов, сборщики слесаря. Вот, это вот прям основное. Ну, соответственно, еще конструктора. Если кто-то из зрителей захочет познакомиться с вашей продукцией, где посмотреть? Можем посмотреть ее на сайте www.spk-region.ru И на сегодняшний день, получается, вы производите гидроцилиндры различных типоразмеров под заказ, в том числе, да? Проектируете, изготавливаете пробный экземпляр, изготавливаете. Да, на пробу. Делаете подъемные платформы, перегружатели. Перегрузочное оборудование. Это вот, которые к пандусу, да, кремятся? Да, перегрузочное оборудование, гидробаки и комплектующие для гидрофикации. И делаете вы, получается, опоры для линий осветительных, для мачек, уличное освещение, да? Да, мы опоры делаем, но это так вот вообще, как... По ходу? По ходу, да. То есть, у нас оборудование есть, остались клиенты, и чтобы их не обижать. Вот, в плане производства гидроцилиндров, основные элементы в вашем изделии, это труба и шток, да? То есть, соответственно, хромированный шток и специально обработанная труба, как правильно, хадинговая, да? Вот, соответственно, поршня, наверное, и гайки вы точите сами. И уплотнения, скорее всего, тоже покупные. Вот, если по всей комплектации пройтись, что уже у нас в России производится кем-то, а что все-таки приходится закупать за границей? Ну, наверное, уплотнения они производят сейчас, да, только единственное, что качество, наверное, этих уплотнений тоже оставляет, наверное, даже желать лучшего. А вот прецензионные трубы, да, и хромированные, с этим, конечно, сейчас беда. Не делают. Не делают у нас здесь, да, там, по-моему, одно предприятие есть, и то я не знаю, что они делают или нет. А так, получается, это все приходится покупать Европа и Китай. А вот мы, когда разговаривали до этого, вы сказали, что есть у нас предприятие какое-то в Екатеринбурге, да? Ну, парадоксальность ситуации в том, что они свою трубу, заготовку продают в Италии, а вы потом из Италии обратно вынуждены покупать эту трубу, то есть доработаны таким образом уже в Италии. Почему такое происходит? Наверное, первое, это все-таки, наверное, это объем данного предприятия, которое итальянское, наверное, покупает. Второе, ну, немножко, наверное, завышенные цены на внутренний рынок от комбинатов, которые, наверное, сейчас на данный момент ничем не оправданы. Ну, и третье, наверное, развитость производства именно итальянского, да, в сфере прецензионной трубы. Потому что, ну, я не знаю, так, наверное, исторически, да, уже сложилось. То есть мы понимаем, допустим, если это Италия, значит, это хорошая сантехника, это прецензионная труба, почему-то вот так у нас в России сложилось. С коллегами, с кем разговариваешь, они все говорят, что, типа, ну, если, допустим, труба прецензионная, то это Италия. Все. А сейчас санкции как вообще? Есть поставки трубы? Ну, конечно, есть. Все равно есть. Через завхоз, через магазин, через склад. Все равно это есть, да. Ну, и, соответственно, там китайская труба тоже на рынок поступает, но она другого качества. Мы вот столкнулись с тем, да, решили взять, она практически в половину дешевле, и мы решили взять, но она прям практически не подвергается обработке. Она кривая, она со смещениями, то есть, ну, цилиндр. А что все-таки нужно сделать, чтобы вот Екатеринбургский завод, который производит трубу, на внутренний рынок-то продавал? Слушай, я минимум знаю уже трех-четырех производителей гидроцилиндров. Неужели вы все вместе не можете собраться и дать тот объем, который заводу будет выгодно продать на внутренний рынок? Можем. Здесь проблема в том, что у нас как-то в России получается немножко разрозненность между производителями, да, кто производит. То есть мы не знаем, кто что производит. Нам какой-нибудь там, не прайс, а хотя бы наименование организации, чем она занимается. А не министерство промышленности должно это как-то координировать? Ну, должно, наверное, координировать, но, к сожалению, пока этого нет. Мы не знаем, скажем так. Мы знаем своих конкурентов, да, только тогда, когда у нас есть какое-то там соприкосновение друг с другом, и все. А так мы не знаем их на самом деле. Мы здесь-то в своем регионе не всех знаем, а у нас в России-то какая матушка большая. Поэтому, а так, да, наверное, можно было собраться вместе, дать какой-то объем. Только когда собираешься вместе, начнется, а я вот столько дал, а почему у меня вот такая цена, а я вот столько дал. То есть опять начнется. А здесь, наверное, с точки зрения государства, надо обязать, как в Китае, то есть они обязывают своих предпринимателей, кто занимается купе-продай, обязывают покупать продукцию тех или иных заводов, чтобы продавать на внутренний рынок. То есть должны быть какие-то квоты, регулируемые государством. Хочешь продавать за границу, обязан столько-то продать внутрь страны. Внутри страны, да. И по такой-то цене, наверное, еще, да? Да, да. Ну, логично. А то получается у нас открытый рынок, да, то есть они все продают за границу, за валюту, им это выгодно, тем более при сегодняшнем курсе, да? Да. И нашим производителям ничего не остается. И цены на металл бешеные у нас внутри страны, тоже неоправданные, да? Да. Там арматуры по 100 тысяч за тонну, строительные, впечатляет. Ну, под сезон, конечно, сезон, ну, я понимаю, да, спрос растет, ну, металл растет, ну, до каких-то разумных пределов. Ну, в целом-то настрой оптимистический. В целом, конечно. А куда? Все получится. Позади Москва. Ну, да. Других вариантов нету. Мы уже влезли, скажем так, в эту машину с экипажем, поэтому у нас сейчас по программе мы должны еще обеспечить от 50 до 150, по-моему, рабочих мест, вот, то есть, мы будем идти к этому стремиться. А это вот в рамках строительства завода, да? Да, 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 да. Вот, то есть, у нас других вариантов нету, нам только вперед. Ну, я вообще должен признать, что вот, поскольку я последние три года занимаюсь тем, что снимаю видео, в том числе по производственным предприятиям, то я наблюдаю все равно у нас в стране определенный рост производства, потому что раньше таких предприятий было гораздо меньше. Вот, и я тоже с оптимизмом на этот, как бы, процесс смотрю. Я надеюсь, что у нас все-таки правительство правильный вектор развития выбрало. И, так или иначе, помощь, она будет оказываться, и предприятия у нас будут развиваться. Другой вопрос, не знаю, как, насколько мы сможем конкурировать в какой-то высокотехнологичной продукции, там, в тех же микросхемах, там, не знаю, в компьютерах и так далее. Но вот все, что касается, допустим, механики какой-то, ну, там не так все сложно, наверное, сможем. И, ну, я, наверное, каждый раз это говорю, когда речь касается видеороликов о производственных предприятиях, и мы заговариваем про оборудование. Что касается развития станкостроения у нас в стране, я думаю, что вот вообще нужно освобождать от всех пошлин именно предприятия, которые пытаются у нас в России делать станки свои, металлообрабатывать, ну, неважно, любые станки. Потому что я еще с института помню, у нас преподаватель учил, что станкостроение – это основа любого машиностроения вообще, и, как бы, это, ну, без этого ничего дальше невозможно. Вот, то есть мы сталь-то плавить будем, вот, но чтобы ее обрабатывать на своем оборудовании, на чужом, вот, мне кажется, для этого надо, ну, особые усилия приложить, и об этом надо подумать. Это было предприятие СПК «Регион». Семь лет вы занимались торговлей, последние пять лет вот ребята занимаются, развивают производство. Остается только пожелать удачи, и чтобы у вас этот проект реализовался, и вы были именно предприятием, одним из предприятий, допустим, полного цикла производства гидроцилиндров. Вот, может быть, вы будете первой «Ласточкой», потом пойдут другие. Поскольку я вот вижу, ну, действительно, гидроцилиндры не используются во многих механизмах, это просто, ну, очень важный, необходимый продукт. В общем, развития вам, процветания всей нашей стране. В общем, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok